Традиционный для конца сезона сюжет на футбольную тему. Надеюсь, удивит вас и озадачит. Вопрос первый, он же единственный. Для чего сражаются столь азартно 22 футболиста, ежели на трибунах почти никого из зрителей? Может быть, стадион наказан за буйство трибун? Или стоимость билета, как на Уэмбли, явно магнитогорцам не по карману? Да вся беда в том, что вход сюда бесплатный. А болельщик перестал ходить на вовсе не оштрафованный стадион, как говорят люди в погонах. По совокупности причин. Вот их-то причины. Мы постараемся выяснить простым методом опроса. Игорь Александрович, когда вы учились в высшей школе тренеров, где собралась элита советского футбола, вас учили в то время играть при пустых трибунах? В общем-то нет, конечно. Потому что зрители и трибуны – это показатель того, как играет команда. Но, к сожалению, на сегодняшний момент, это было давно, когда я уже учился, честно говоря, обстановка в стране настолько изменилась, что, в общем-то, такое зрелище мы наблюдаем почти везде. Здорово, Андрей. От Андрея Андрею Андрееву привет. Андрюш, настроение у тебя, несмотря на то, что трибуны пустые, хорошие, а почему? Ну, мы уж привыкли как-то к этому. Плохая привычка? Плохая. Есть выход из тупика, нет? Я думаю, есть. Но это очень непростой вопрос, я думаю. Не мне решать, а начальству нашему большому. Саш, в истории Магнитогорского клуба есть такие великие имена. Это Вадик Пекунов, Пресняков и вот теперь Александр Каунов. Ныне здравствующий футболист, который, в общем-то, способен побить чужие рекорды или нет? Ну, вполне возможно, побить рекорды. Ну, в этом году, я думаю, команда переживала не лучшие времена. На твой взгляд, какие причины? Ну, в первую очередь, финансовые проблемы в команде. Команда очень перспективная, молодежь растет хорошая, но нет финансирования клуба. Ну, не заинтересованы просто и руководство города, и коммерческие структуры, чтобы клуб играл. Футбол на Магнитке любили всегда. Еще на Левобережном стадионе, мальчишкой, я с трепетом в душе любовался на тогдашних небожителей. Малаева, Сумарокова, Турлыгина, Кожухова. И до сих пор чрезвычайно горжусь своей дружбой с Худяковым, Пресняковым, Пекуновым, Кукушкиным, Порастаевым. Боже мой, в какую черную дыру ушел магнитогорский футбол. Ведь нормально работают детские футбольные школы. Одна из них, возглавляемая Александром Кукушкиным, вырастила целую плеяду футболистов для команды мастеров, где лучший Андрей Князев. Ну вот, ребят, ваша мечта сбылась. Любимый игрок Андрей Князев с нами. Ты, наверное, привел к японскому телевидению, да? Да. Там мне очень понравилось. В Японии, да? Да. Ну, хочу попробовать себя в большом футболе. Там какие-то проблемы в команде, да? Ну, есть небольшие, которые мне по душе. Слушай, а вот хотели, хотели московские команды тебя приобрести? Например, моя любимая торпеда Москва? Хотели, но... Я бы отдал тебя только торпедовцам, больше никому, честно говоря. Не, моя душа лежит в другой команде. Какая? Наверное, Локомотив Москва. Локомотив, да? Да. А вот 05 с Баварии ничего тебе не убивает? Убивает. Убивает? Ну, я знаю, что там забивать некому. Поэтому очень... Ты можешь по Росгариным работать, да? Можно даже и так, конечно. Андрюш, в двух словах. Значит, вот ты несколько месяцев провел на берегов-челнах. Там какое отношение к футболу? Ну, там более профессиональное. Даже, ну, можно сказать, на хорошем уровне. Там все постоянно строго, штрафуют. А болельщики? Сколько там болельщиков на трибунах? Самое то, что мне там нравилось больше всего, это когда болельщики. Самое то, что... Постоянно полный стадион. Просто приятно играть. Я прекрасно помню ноябрьский вечер, когда на этом стадионе шел дождь со снегом. Но болельщиков было немало, тысячи три. И все ждали маленького чуда, которое сотворил мой нынешний собеседник, Виктор Соколовский, тогдашний игрок основного состава «Металлурга». Он забил гол. Виктор, прошли годы, и ты, в общем-то, возглавил эту команду. Славную команду с большими, великими, я могу сказать, традициями. Тебе трудно это было сделать? Я бы сказал, что не просто трудно, а очень трудно. Почему? Потому что я сам играл здесь. Старался играть хорошо, старался быть лучшим. Вот. А возглавил команду. Почему? Стояла дилемма, в общем-то, я стоял перед дилеммой. Возглавлять или играть дальше? Ну, видя то, что, в общем-то, футбол приходит в упадок, и становится все хуже и хуже, вот. Я как-то, в общем-то, наступил, скажем так, себе, в общем-то, наверное, на шею наступил, и, в общем-то, поставил перед собой выбор. Или, в общем-то, играть, или, в общем-то, создавать новую команду, значит, и, скажем, возвращать футболу Магнитогорскому какую-то его, в общем-то, была и традиция. Ты же мог уехать, ты ведь мог играть. Ты ведь москвич, да? Мог бы ехать домой просто. Даже предложения такие были, в общем-то, даже поработать в командах высшей лиги, вот, скажем так. Вот, но одно дело предложение, другое дело, когда ты сам взялся за этот, скажем, там, тяжелый ВОЗ и везешь себя его на шее. Вот, плюс, конечно, я здесь играл, я здесь, в общем-то, свои лучшие годы, скажем, отыграл. Плюс у меня семья, плюс у меня здесь друзья. Я, и, в общем-то, это, наверное, дело моей чести, возродить было и традиции создать команду хорошую, в общем-то. И плюс, в общем-то, здесь, в общем-то, я человек, скажем, с серьезных амбиций. А почему бы, в общем-то, не создать такую же команду, как, например, играет в хоккее? Гаюсь, на футбол я хожу редко, хотя слежу, и не только по долгу службы, за изменениями в турнирной таблице во второй лиге, где играет «Металлург». А вот увидел на этом матче два гола мастерски забитых Стасом Филоновым в ворота Ижевского «Зенита» и решил, буду ходить на все матчи. Земляки, присоединяйтесь. Теперь уже, конечно, в новом сезоне. Команде нужны вы, а команда нужна вам. Не бросайте ее в трудную минуту. Как тебя зовут, юный футболист? Максим. Кто у тебя любимый игрок в команде? Андрей Князев. А у меня? Бибета. Вы согласны играть при пустых трибунах? Ну, нет. Нет.